Музыка Начинаем очередное занятие Красного Университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Сегодня у нас по плану учение о бытии, науке, логике Гегеля. Всего у нас будет по философии, я буду читать, три такие лекции. Учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Каждый из этих разделов требует вообще большого труда и сложным является для понимания, особенно учение о понятии. Впрочем, учение о сущности самое непривычное, там все перевернуто. А учение о бытии самое необычное, потому что в отличие от всяких других книг, произведений, лекций и так далее, это не рассказ о чем-нибудь, а это выведение. Выведение из менее простого чего-то более сложного. Хотя сама эта задача кажется довольно странной, правда? Как это из простого получается сложное. Вот, например, надергать простой из чего-нибудь сложного нет вопросов. Возьмите тетрадку, листья можно, листки оттуда выбирать. Надо настроиться на то, что это вообще трудное дело. Люди, которые изучали, не относились к этому так, что я вот не понял и поэтому перестал дальше изучать. Это не из таких наук, которые сразу можно понять. Ну, я как человек, который первоначально в первую, так сказать, свою специальность получил математик, вот вместе с товарищем Степан Степановичем, который здесь присутствует, мы на одном курсе и в одной группе были, мы нас приучили к тому, что если вы месяц не можете понять, то, что вы пытаетесь понять, и это нормально. Более того, скажем, на некоторых лекциях, ну, первые две-три лекции более-менее понимаешь, а дальше сидишь и слушаешь уже, и, так сказать, присутствуешь. Ну, а у меня еще была отдельная программа. Я слушал нашего декана, там он о матрицах говорил, у которых элементы сами матрицы или функции. Ну, и вот на первой лекции я почти все понял, и это была последняя лекция, на которой я все понял, и после этого мы вот дружно сидели с таким умным видом, вот как у нас у всех сегодня. Каждый сидит, очень серьезный, всех все смотрят и так далее. Ну, я не стал спрашивать, может, кто-нибудь понимает из моих товарищей. Не стал, потому что думают, а вдруг подумают, что они понимают, а я не понимаю. Пусть лучше думают, что я понимаю. И я вот так просидел годовой курс раз в неделю. Однажды наш этот декан Боревич, он профессор Боревич, он вдруг остановился и 40 минут думал, что дальше. Потом вдруг сказал, что по истечении 40 минут, что не знаю, и ушел. А в следующий раз пришел, и как ни в чем не было, продолжил. Ну, соответственно, я этот курс не издал, но у меня была отдельная программа, за мной никто не гнался, и я тогда решил на следующий год снова пойти слушать этот курс. И можете себе представить, какое у меня было удивление, что я сидел и понимал. Поэтому, если вы что-нибудь не понимаете, то сразу спросите себя, а вы первый раз это слушаете? Или второй, третий, четвертый и так далее. То же самое с экзаменом. Вот у нас по курсам, которые нам преподавались, преподавали, порядок был такой, только профессора преподают на первом курсе. Там на четвертом, там, пожалуйста, доценты, там кто угодно, на первом курсе, лектора, профессора, члены-корреспонденты, академики, будьте добры. И вот там член-корреспондент Академии Новых читал алгебру, Фадеев, вот, профессора улегчитал анализ математический, и я, так сказать, вполне понимал первые две лекции. Но, если вы два раза пройдете потом записанные вами лекции, но записывал-то я все, когда будете готовить свой экзамен, то оказывается, что вполне можно со второго раза понять и вполне сдать. И, в общем, я получал отличные оценки, что никак не противоречит тому, что я перед этим сказал. Что это, видимо, судьба вот таких сложных наук в том, что они вот с налету такого не берутся. И я, почему и делаю это предисловие, потому что, чтобы вас предупредить от неправильного понимания того, что я говорю, ой, тут все понимают, я сижу ничего не понимаю, я такая или я такой. Ну вот мы все такие, значит. Что касается непосредственно науки и логики, то я полемизировал с нашим товарищем, с профессором Смирновым, доктором наук, который докторскую защищал, а я ему всякие вопросы задавал. И по характеру вопросов, а я в то время науку и логики уже читал, а он нет. Вот по характеру этих вопросов, он решил, что надо нам позаниматься. И мы с ним решили заниматься у него дома каждый понедельник с 10 до 14. И мы с 10 до 14 ругались по поводу того, как мы понимаем науку логики Гегеля. По порядку шли. И я его, конечно, в первое время переигрывал, потому что я-то читал, а он-то нет. А потом он вдруг стал меня переигрывать и стал мне показывать, что я не диалектически понимаю. Я его читаю, запоминаю, читаю, запоминаю, понимаю, а вывода нет. И он меня переиграл. В общем, кончилось дело тем, что я по истечении 5 лет написал книгу «Планомерное разрешение противоречия развития социализма» как первую фазу коммунизма. То есть такую диалектическую книгу по целой информации, по социализму. И никто за мной не бежит в том смысле, что никто на эту тему написать ничего подобного не сможет по той простой причине, что для этого надо вот эту науку и владеть. А Смирнов написал книгу про капитализм. Это единственная диалектическая книга про капитализм. Ну, после «Капитал», конечно. Которая называется «Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Марса». Смирнов Игорь Константинович. Он опубликовал эту книгу в 74-м году, а я опубликовал свою книгу уже в 86-м. Он в 84-м, а я в 86-м. Вот такая картина. Так что это вот очень сложное дело. Это я, так сказать, всех предупредаю, чтобы люди отнеслись к этому так, что, вот, сказать, что понять это сложно. Почему сложно? Мы не привыкли к простому. Вот начинается, значит, вот назовешь какую-то категорию, и начинает рассказывать. Поэтому здесь совсем по-другому стоит вопрос. С чего начинается наука логики Гегеля? Ну, я так понимаю, что те, кто здесь сидят, они уже полистали, посмотрели. С чего начинается? С чего? С чистого бытия. С чистого бытия. Ну, или можно сказать, что начинается с бытия. Но сразу спрашивайте, с какого бытия? И вы бытие, и я бытие, и я бытие, и он бытие, и она бытие. С какого? А с чистого? А что значит с чистого? А еще нет никакой другой определенности, кроме того, что оно что? Есть. Вот есть. Вот есть и все. Чем вам это не нравится? Я, например, вам бы посоветовал сказать, вот вы как, понимаете диалекцию? Да, вот мы первую категорию полностью понимаем. А что это за категория? Бытие чистое. И что вы про нее понимаете, что оно есть? Нечего больше. Да, да. А еще что? А нечего больше об этом и говорить. Потому что такая категория, про которую больше нечего сказать. Есть и все. Потому что если вы начнете что-то и что говорить, это будет уже какое-то определенное бытие. Кружка, стол, человек, ведьмедь и так далее. А если вы говорите о начале, ну в начале надо начинать с простого или со сложного? Простого. Простого. А почему с простого? Из простого складывается сложное. Совершенно правильно. Вот видите, как тут люди продвинутые. Это не то, что вот я начинал, у меня такого не было. Это значит, потому что сложное, это сложенное из простых. Прямо буквально. Вы складывается, сказали, а я ближе к слову сложное. Почему? Сложное, ну вот. Потому что складное уже, складное тоже надо сказать. Вот уже тоже понятно, что оно из чего-то складывается. Если оно складное. Хотя оно не складное. Складное – другая. Уже. Картина. То есть мы начинаем с бытия. Значит, считайте, что первую категорию мы условили. Что мы про него можем сказать в начале? А что мы можем сказать в начале про то, что первый раз увидели и первый раз услышали? Что мы можем в начале? Ничего. А? Ничего не можем. Вот это вот, это грубая ошибка. Двойка вам. Если бы я сейчас экзаменовался, понимаете, двойка, леденица. Вам только что вот перед вами сидящая слушательница объяснила. Надо горло только. Что оно есть. Вот. То есть вот человек, который начинает изучать диалектик, он должен гордиться тем, что он уже познал в науке логики. Вот вы уже познали чистое бытие? И что не гордитесь этим? Вот спросите меня, что я могу сказать про чистое бытие? Спросите. Михаил Васильевич, что вы можете сказать про чистое бытие? Я могу сказать про него, что оно есть. Вот видите? А вы как опустились до чего-то? Это такое вот. Себя унизили, прямо в грязь бросили. Хотя это вещи наоборот надо широко и глубоко. Это же хорошо. А это мало, что это есть или нет? А если вас нет? Это что, безразлично вам? Есть вы или нет? Как будто бы это мелочь какая-то. Вот если мы берем эту категорию первую, что она, в общем, ерундовая. Она не ерундовая. Она самая главная. Самое главное – все начинается. Если есть, будем разбираться дальше. Если нет, так нечего и разбираться. Правильно? Поэтому вот первая категория – бытие. Какое? Чистое. Почему чистое? Потому что нечего в нем разбирать, нечего в нем изучать, нечего в нем рассматривать, потому что это не вообще какое-то конкретное бытие. А все есть бытие какое-нибудь. Все, что вы здесь наблюдаете, все, что вы можете назвать, и это все конкретное бытие. А мы начинаем с начала. А что такое начало? Кто-нибудь скажет, что такое начало? Вот новенький у нас, как-то. Вот у вас белая рубашка. Очень вам пойдет, если вы скажете, что такое начало. Не знаю. Не, с такой белой рубашки, с галстуком вы сказали. Я ничего не знаю, некрасиво. Дороги еще не скажу. Я, наоборот, специально одеваю, думаю, хоть и не то скажу, так, по крайней мере, галстук, рубашка все-таки, как-то засчитаю. А вы так отказываетесь. Тем более, что я вам сейчас сложных вопросов не задаю. По какой причине? Вы не забывайте, где мы находимся. Мы находимся где? В начале. А начало что? Ну, кто скажет, что такое начало? Я вам. Вот, давайте. Начало – это неразвитый результат. Да. А можно по-другому определить начало? Нельзя. Это соотносительные понятия. Начало и результат. Правильно? А результат что такое? Развитый начало. Да, развернутое начало. Или развитое начало. Можно и так, и так. Вот сразу. То есть, мы начинаем с простого. Стыдно не понимать простое. Вот сложное. Не стыдно не понимать, а простое. Стыдно. А стыд этот пристекает из того, что не надо относиться к простому, как к сложному. Вот такие заявления делать, я этого не могу понять. Как вы можете такое не понять, если там нечего говорить? Кроме того, что оно есть. Вы слово есть, знаете? Ну и что тогда вы? Что вы прибедняетесь? Вот что у вас в заявлении. Что значит, мне непонятно, чистая бытия. Мы просто вот, как сказать, наблюдаем или смотрим на все сразу. Да не наблюдаем мы никуда и не смотрим. Мы берем самую простую категорию. Самую простую, какая есть. Категорию не мы берем. Вы смотрите в науку логики. Вот это убеждаетесь, что есть самая простая категория. И все. А как я могу убедиться, что бытия есть? А вам, чтобы в этом убедиться, надо понимать, что есть – это от глагола быть. Только и всего. Это же не что-то другое. Если что-то есть, это бытие. Это просто русский язык надо знать, что бытие – это то, что есть. А то, чего нет, это не бытие. Вот вы есть сейчас или нет? Скоро всего, есть. Вот если я про вас сейчас буду рассказывать. Можно я про вас расскажу? Да. Ну, пожалуйста. Да, я долго рассказывать не буду. Вот она есть. А вы, как будто у вас и нет. Ну, это я уже напал на вас. А, вы-то есть, правильно? Вы есть, вы студентка, вы слушаете, вы записываете, вопросы задаете. Вы себя демонстрируете. А вы себя демонстрируете, как какой-то антипод вообще. Говорите, вы пришли зачем? Постигать науку или как раз показывать, что вы не можете ее постигнуть? Это никому не нужно, так сказать, раздирать себе это. Знаете, как некоторые выходят на улицу и начинают раны раздирать всякие, изображать себя незнающим, непонимающим. Но вы-то понимаете, что вы есть? Ну, раз вы есть, так оно не только же вы есть. Глагол быть относится к чему? К любому бытию. А если говорить в общем плане и в самом простом виде, то мы говорим просто о бытии и все. Как у Егеля специально говорится, для того, чтобы вы не попали в созруднительное положение, без всякой дальнейшей определенности. Могу я одну мысль высказать или сразу две? Это вы такие сложные вещи можете понимать. Я-то не могу сразу две мысли понять. Поэтому я беру одну. Ну, вы как продвинутые, вы и три можете взять, и десять. Я не знаю, как вы их там будете в это время держать. В одном мешке или в кульке или в карманах будете рассовывать. Потому что тут еще вывода не было. Поэтому, а у нас построение науки и логики идет так. Мы никуда не отвлекаемся, ни к чему не переходим, а смотрим, во что переходит та категория, которую мы разглядываем. Поэтому следующая задача, после того, как мы начали, а начали мы с чего? С чистого бытия. Следующая задача состоит в чем? Не куда-то идти, а начинать его изучать. Что получается? Какой вывод этого изучения? Что оно есть уже сказали. Еще что-нибудь есть у вас, кроме того, что мы уже сказали? Больше ничего сказать. Тут вам вот слово уж, прямо вот вам, прямо именно вам подойдет это слово. Что вы можете сказать еще про бытие? Про чистое бытие, что вы можете сказать? Про то, что оно есть, что оно меняется. Не, ну то вы не отвечаете на поставленный вопрос, уклоняйтесь. И то, что уже есть, вы уже сказали. Или мы с вами сказали. Вы уже знаете, что оно меняется. Ну, слово «является» не надо, это очень сложное понятие, и сразу мне стало страшно даже от этого. Зачем вам это? Является, не является. Меняется, он сказал. Ну, меняется там, это очень сложно. А у Гегеля очень просто. Но непривычные к чтению науки логики Гегеля это не замечают. И поэтому смысл моих лекций в том, чтобы заметить то, что позволяет вам иметь некоторую опору в этом движении. И больше нечего сказать о чистом бытии, как о таком, нечего, нечего пытаться. Вы что, хотели сказать что-то еще? Не, не, бесполезно. Это же чистое бытие. Что тут? Вы полностью его раскрыли. Вы сознаете свое открытие? Полностью раскрыли, полностью. Я все вам рассказала про чистое бытие. Можете так сказать? Можете. Правильно? Почему? Потому что нечего в нем, в этом чистом бытие, из-за того, что оно чистое. Вы не просто бытие взяли, а чистое бытие. То есть не бытие там стола, не бытие человека, не бытие кошки, не бытие предмета. Только саму категорию бытия. Сама категория бытия это чистое бытие. А раз оно чистое, больше нечего сказать о нем, как и таковом. Это правильный вывод логический? Значит, вот первый вывод логический. Выглядит так. Чистое бытие переходит во что? В ничто. Ну, нечего сказать. Значит, во что переходит? В ничто. Это первый логический переход. Это мало? Вот вы пропустили первый логический переход. Наверное, вы его знаете, поэтому, зачем я буду сидеть и слушать, я это вообще прекрасно понимаю. Так что, это переход к ничто. К какому ничто это переход? Ну, всегда, когда к чему-то вы переходите, вы должны как-то отдавать себе отчет в том, к какой категории мы пришли. Это какое ничто? Какое ничто? Вы к какому ничто перешли? А вы много знаете ничто? Я ни одного не знаю. Как вы так вот умудряетесь? Какое-то у вас самоунижение. Ну, вы ничто-то уже это знаете, о котором мы говорим? Самое простое ничто. А Гегель не знает. Причем тут Гегель? Ничто самое простое, про которое больше ничего не говорится, кроме того, что оно ничто. Что вы про него можете сказать? Нет, не так. То, что оно есть, это вы тоже можете сказать. Ну, вот смотрите на свою рубашку. Она какого цвета? Белого. Белого. Она ни во что не окрашена. Поэтому чистое ничто – это все равно, что вот ваша рубашка. Чистое ничто – ничто и все. И отстаньте от меня. Чистое ничто. Чистое бытие не может перейти в грязное ничто. Чистое бытие может перейти только в чистое ничто. О нем тоже ничего нельзя сказать, кроме того, что оно ничто. Нет, не ничто. Нет, не есть. Проезд мы уже говорили. Мы проехали, а вы нас опять назад. Вы рекционер. Вы сюда зачем пробрались? Тащите нас назад. Вот нас ведут вперед, а вы нас прямо-прямо тащите назад. Геолистика. А? Геолистика. Беси. Да. Значит, вот быть. Все правильно. Бытие. Значит, подсчитываем результаты. Мы, когда идем вперед, все равно подсчитываем, какой путь мы прошли. Логический. Мы рассматривали бытие без всякой дальнейшей определенности. То есть чистое бытие. И, так сказать, выяснили путем изучения его. А как мы? Разглядывали, изучали, обдумывали. Ну, что вы будете обдумывать бытие, к какой мысли вы придете? Что там нечего различать, нечего разглядывать, нечего констатировать. Это то же самое, что ничто. И, следовательно, к какому выводу мы приходим? Что чистое бытие переходит в чистое ничто. Из-за того, что они теперь связаны в один блок. Тут не просто чистое ничто, а чистое бытие. Одно дело чистое бытие, а другое чистое бытие, перешедшее в чистое ничто. Это уже нечистое. Правильно? Это вы вот с другом пришли. А так все, разговор был только о вас. Это вот с ним уже вы в контакте. Значит, чистое бытие перешло в чистое ничто. Поэтому оно нечистое бытие. Просто бытие про него говорим. А чистое ничто уже тоже нечистое. Это такое ничто, в которое перешло чистое бытие. Это же мы кое-что о нем рассказали и знаем. В итоге мы имеем... Бытие переходит в ничто. А ничто... А про ничто что мы можем сказать? Есть оно это ничто или его нету? Если в него перешло бытие, есть это ничто? Есть это ничто. Ну раз в него перешло ничто, значит оно есть. А раз ничто есть, значит оно не ничто, а бытие. Вот что надо понять. Надо понять, что стоит вам взять одно, то, что вы берете, оно уже перешло во что? В свою противоположность. — А как оно перешло? — А? Как перешло? Как? Вы язык русский знаете, если вы знаете, что такое чистое ничто. Чистое ничто без всякой дальнейшей определенности. А когда вы взяли такое ничто, которое получилось из бытия, так вы его отличаете от просто ничто? Видите разницу, нет? Вот если я просто про вас буду говорить, это одно. А если я еще у вас про родителей спрошу, это будет другой разговор. Это будет ваше происхождение, от кого? А что за родители? А где они работают? А чем они там занимаются? И так далее, и так далее. Это уже не будет разговор просто о вас. Это будет разговор о вас как о некотором результате. А вы результат своих родителей. Вы же не скажете, что у вас родителей нет. Не будете так говорить? Что я вот просто вот явилась в свет, я одна. И вот он один тоже. Вот он вообще, он даже и ничто даже не знает. То есть он совсем чистый. Вот только ему галстук снять, чтобы он был, вот не было вот этого затемнения, а то было только светлое, светлое, и ничего больше не видно, ничего. Только чистое белоснежное все это вот бытие. А если вот это черненькое или синенькое, или любое другое галстук, так сказать, да еще с одной определенностью, так это значит, что вы белое зачернили или засинили, и получилась у вас определенность. Это же не просто человек с белой рубашкой, а белой рубашки с синим галстуком. Видите, это же определенность. А у вас, про вас я что скажу? Что вы гражданин, слушатель в оранжевом свитере. Так или не так? Это что, свитер это вы или нет? Это не я, но мне... Ну слава богу, а то я думал, что сейчас вдруг скажете, да, это я. Но вы не попались на это. То есть свитер это не вы, это ваша определенность. Ну, потому что вот есть у нас человек, который, ну, в темно-синей рубашке, это другой человек. И не надо их путать. Итого, собираем урожай. Чистое бытие перешло в чистое ничто. А теперь, раз они уже одно в другое переходят, они уже сразу становятся нечистыми. Правильно? Одно дело бытие просто чистое, а другое бытие, которое перешло уже в ничто. Ясное дело, что это нечистое. Это вот бытие, перешедшее ничто. И ничто перешло, потому что ничто ведь есть. Кто-то будет спорить, что ничто есть? Вот вы будете спорить? Вы хоть и спрятали за спину записывающей от Ленру, но мы все равно вас увидим. Вы? А? Не буду. Не будете. Спорить не будете. Ну, значит, а вы будете. Спорьте. Нет, я просто не могу себе представить какое-то ничто. Мне все время представлять... А не надо его представлять. Это наука логики. Наука логики. Я не могу понять. А я говорю, а вы хотите кино. Кино, потому что вы хотите представить. Не надо ничего представлять. Просто нужно констатировать. Просто сделать правильный логический вывод. Никаких представлений быть не должно быть. Не надо ни крокодилам представлять ничто, ни бытие представлять в качестве динозавра. Это ничего не нужно. Нужно просто правильно понимать язык человеческий. И на английском языке, и на немецком языке. Вот некоторые мне говорят, вот вы тут на русском, а вот немецкое. И у меня есть немецкое издание, я его еще не дочитал до конца. Третий том читаю. Со словарю. Вот. Но там тоже самое. В любом языке тоже самое. Но есть простые категории, есть сложные. Есть, так сказать, начало, а есть продолжение. Значит, чистое бытие переходит в ничто. А раз оно уже теперь нечистое, ничто переходит в бытие, бытие переходит в ничто. Вывод отсюда какой? Кто может сделать вывод? Кто продвинутый? Нет отдельно бытия, нет отдельно ничто. А что есть? Переход одного в другое. Фисконечное. Ну как-то вот вы... Фисконечное движение исчезнет. Вот, вот, вот. А то вот это красиво. А вы как-то вот это вот... Как-то заскорузло так формулируете. А у Гегеля изящно. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Это же красиво. Это к чему относится? Вот движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Это к чему относится? Ко всему. Ко всему. Вот к вам относится это? Ну да. Вот вы сейчас умираете... Нет, про вас не буду. Я умираю сейчас? Мы все. А? Мы все. Частично. Это чтобы мне не было грустно, что ли? Частично. Мы все. Движение идет. Движение это идет? Так. Ну а вы развиваетесь или нет? Да. Ну вы знаете, что такое развитие? Это мы забегаем вперед, далеко от чистого бытия. Что такое развитие? От низшего к высшему. Вот, движение от низшего к высшему. То есть, развитие идет, развитие идет, так сказать, все время. Значит, раз вы идете, поэтому у вас не только есть движение в одну сторону, есть и в другую сторону. То есть, мы находимся в становлении. И мы в этом становлении находимся пока живы. Но когда мы не будем живы, будем в разложении, а не в становлении. И это уже не будет живой человек. Но не надо путать разложение и становление. Становление сопровождает вас и является вашей характеристикой в течение всей жизни. Так? Так. Я вас поздравляю, что мы уже перешли к категории третьей. Мы рассмотрели, изучили уже, изучили с вашей помощью, кстати. Изучили чистое ничто, чистое бытие, переход чистое ничто в чистое бытие, переход чистое бытие в чистое ничто. И пришли к движению исчезновения, бытие в ничто, ничто в бытие. Об этом никогда не надо забывать. Вот это и есть самая главная характеристика диалектики. Единство двух противоположных движений в одном движении. Вот, ну, если даже вы выйдете летом на берег Невы и будете смотреть на течение, то, наверное, около берегов, вы видите, там есть противотечение маленькое. Но есть. Прямо, не просто на месте стоит, а вот противотечение есть. Потому что что получается? Ну, видимо, так, какой-то круг получается. Вот у Петропавловской крепости я многократно наблюдал. То есть есть противоположные. И на чем наставил Гераклит? Нет, некоторые товарищи от Гераклита берут только одну половинку. Специально, чтобы его убить, как диалектика. Он говорит, все течет, все изменяется. Это одно сторона. Но все остается еще равно самому себе. А это-то не надо, что ли, говорить? То есть, если бы я, вот вы сейчас сказали, это не я. Что вы меня спрашиваете? Вы меня не спрашивали. Это вы спрашивали, вот какая я была до этого. А сейчас я уже не такая. И это, кстати, вот даже очень получается симпатичный такой вывод. Я, так сказать, я все время другая. Но я все время другая и при этом остаюсь сама собой. Вот тогда это диалектично. А если я просто остаюсь сама собой, я пришел, говорит, на лекцию, изучать логики, вот то, что я знаю, вот то, что у меня в голове с этим пришел, с этим и уйду. Это называется равенство с собой. А если только у нас не разница с собой, то я уже вот много-много получил, но это не я. Но если это не вы, то вы тоже, получается, зре пришли, потому что все тут переходили от себя не развитого к себе развитому, а вы, дескать, отказались от этого, и я уже другой. Домой-то, когда придете, возможно, вас и не пустят. Когда вы позвоните или постучите, скажите, это я не тот, который выходил, я другой. Да, но ищите себе другую квартиру. Так что с диалексикой надо быть аккуратным. Как бы не было проблем семейных. Так, представляете, мы уже теперь знаем третью категорию. Чистое бытие было, чистое ничто. А теперь нет бытия, нет ничто, есть лишь движение и исчезновение одного к другому, и это становление. А становление кто хочет рассмотреть? Вы можете вот там рассмотреть становление? Потому что вы сидите под Гегель, вы под Лениным. Лучше кандидатуру я бы не нашел. Становление – это единство двух моментов. У вас не поменяли прикаждение. Это нехорошо, вот вы так говорите. Можно вас я покритикую? Ну как у вас две мысли сразу в голове? Ну я понимаю, что у вас два глаза, а вот две мысли – это как может быть? Не надо вот сразу кучей брать, сразу за шиворот вы схватили, сразу два момента. Так не может быть. Вы один момент не раскрыли еще? Вы возьмите, раскройте один момент, а потом раскройте другой. Потому что еще вы не показали, как один момент переходит в противоположный. А вы просто их кучей взяли, и нет этих переходов. Это вражеский выпад против диалектики. Переход ничто в бытие, это возникновение, а обратный переход в бытие… Как-то вы просто не торопитесь. Вот переход бытия в ничто. Во-первых, что перешло, во что? Вы же с бытия начинали. А что вы с хвоста начинаете? Вы начинаете с того, что было. Бытие перешло в ничто. Это что? Вот теперь переход бытия в ничто, в становление. Как называется? Прихождение. Прихождение. Что является результатом прихождения? Ничто. Ну что, получилось-то в результате? Ничто. Ну какое ничто-то теперь, если вы же становление все рассматриваете? Такое ничто, которое переходит обратно во что? В бытие. В бытие. Это теперь чистое бытие уже нельзя употреблять. Ни к ничто. Это переход уже от движения исчезновения одного в другом. Переход бытия в ничто, в ничто в бытие. Движение исчезновения одного в другом. Вот это движение и становление. Это самое главное в диалекте. Вот все мы должны рассматривать в становлении. Все. Нет ничего такого ни в сознании, ни в бытии, ни в мире, ни в день. Нет нигде такого, чтобы не было восстановления. Вы сколько угодно можете это не описывать, не понимать, не разбирать. Но ничего нет. Я вот даже бутылку вашу и то вижу, и то пили, и не допили. Это что говорит о том, что она, во-первых, не допили, значит, она вытиеет вот тот продукт, который там в ней. А с другой стороны, раз я уже не то, это уже продукт, который уже не полный. Уже нет бутылки этого сока и так далее. К кому это не относится? Ко всем относится. Вот, думаете, вы вот сегодня промолчали там сзади, так в основном. Ну, а вы-то тут присутствовали, я имею в виду, у вас... Да, правильно? Конечно. У вас процесс, так сказать, движения... Движения. Есть? Есть. Ну, вот. Так что, вот мы никто теперь не равны самому себе. То есть, я не хочу сказать, что у вас нет равенства с собой. Но просто вы никогда не должны, если вы диалектик, не должны говорить только одно положение. Всегда иметь в виду, что это противоположное. То есть, вы равны сами себе? Отвечайте. Да. Вы не равны сами себе? Вот. Понимаете как? И просто, и понятно. Отвечайте, все, да, 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 и будешь диалектиком. Красота. Ничего не надо делать. Вам нравится такая наука? Вот, хорошая наука. Скажут, вот как это сложно. А что тут сложного? Вот, спросите меня что-нибудь, я вам скажу, да. А потом еще раз спросите, я опять скажу, да. И что тут сложного? Ничего тут сложного нет. Вот, значит, накрутили. Ой, нам не понять. Хотя, я думаю, что вы все понимаете, что это для нас непривычно. Почему? Потому что мы в своей метафизичности, в неподвижности ума закоснели. Потому что нигде эту науку лодить никто не преподает. И мне никто ее не преподавал. Это так случилось. Вот так получилось, что я почитал у Ленина, что нельзя вполне, я капитал прочитал. А потом мне Ленин, Ленин мне говорит, ну как он говорит, я его прочитал. Он говорит, что нельзя вполне понять капитала Маркса. Особенно первой главы, не поняв у него про штабюров, логики, гигеля. Ну, интересно, я говорю, я, значит, выходит, не пойму Маркса, что же я, что же мне делать. И я из-за этого стал черпать науку логики гигеля. А то же самое, значит, тот же профессор Смирнов, когда он еще к нам приходил, я там аспирантом был, а он, так сказать, приходил, пришел, доктор, сказать, защищал, а я ему всякие вопросы задавал. А он, значит, очень заинтересовался, что такие вопросы ему задают. А он, то же самое у него никогда не было, сказать, он никогда не имел дела с наукой логики. И я его забивал очень просто легко, несмотря на то, что я был аспирантом, он профессор. Но потом он меня стал забивать, потому что я, как математик, не все переходы делал, а так вот сформулировал их, это сформулировал, это сформулировал, как бы, не знаю, разрывы были. А у него более диалектичные. И вот он написал книгу, которую я вам очень рекомендую, книгу по диалектике капитализма. Смирнов Игорь Константинович, экономический закон, сейчас, метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса. Смирнов Игорь Константинович, метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса. Вот у нас получилось так, мы с ним пять лет ругались, с десяти до двух, у него дома. Но мы ругались, так сказать, не в плане того, что вы там реализовали. Нет, мы ругались из-за понимания вот этих наукологий. Но вы уже поняли, что я вот на вас, уже на сколько людей я напал, пользуясь тем, что я преподаватель, и вроде как неудобно на преподавателя нападать. Но для науки нет никаких таких препятствий, правильно? Вы имеете право нападать на кого хочешь. Почему? Потому что истина, она выше, чем эти отношения преподавателей и слушателей, правильно? Ну что это за отношения? Ничего не значит. Мало ли, сколько людей пожилых ничего не знают, а сколько молодых знают много и хорошо. Так, вот это очень, это большое подспорье, то есть, вот для понимания капитала, потому что люди этот метод не видят у Маркса. А он ведь рассматривает с самого начала, с самого начала, вот товара, у него сколько сторон? Чего вы это молчите? Товарищи марксисты, сколько сторон у товара? Две, две уже сказали. А? Две? Две, ну слава богу, до двух уже считать умеет, нормально. Две стороны, какие тогда? Меновая стоимость и потребительная стоимость. Потребительная и стоимость. Не надо ничего приписывать, никакая неменовая стоимость и потребительная стоимость. Вы читаете «Капитал», не слушаете вы этого всего «Берду». Нет хороших книг, нет, вот кроме единственной книги, вот, которую Смирнова, которую он назвал, про «Капитал», нет ни одной книги хорошей, нет. А зачем, я вот не очень понимаю, у вас и так времени нет, вы великое-то не можете прочитать, не успеваете. Зачем вы будете читать просто хорошее? Какой-то странный ход событий. У вас что, времени много? По-моему, у нас всем дефицит времени. Нет, они читают не гениальные работы, а какие-то об этом, о ленинизме, о марксизме, о диалектике. Знаете, хотите, я вам о физике расскажу? И потому что я на физфакт поступал, получил дойку и пошел нам отметить. Ничего больше не знаю. Но у меня были дипломы эти, олимпиады в школе, вот в этом потолок, который дошел. Давайте я вам о физике буду рассказывать. Ну так вы же слушаете, что вам рассказывают люди о диалектике или о политэкономии. Откуда вы взяли это миновая? Это потом он будет говорить Маркс об этом. Как будто бывает стоимость не миновая. А что, бывает другая, кроме миновой? Стоимость надо говорить, стоимость, и ничего не надо прибавлять. Ну, иногда если вы скажете, ну, я, конечно, вы скажете, я скажу, вот человек в свитере скажет. Нет, в оранжевом свитере, пожалуйста, не забывайте подчеркивать. Вот про него говорите, что он просто, он у него белый, он и одел, чтобы вы про него больше ничего не говорили. А я уже сколько раз про него. А почему? Что он отличается от вас. А можно сказать, вы отличаетесь от него? Чем? А тем, что у вас как бытие и ничто. Вот он ничто оранжевого свитера надел, а вы ничто белой рубашки. А можно сказать, у него бытие белой рубашки, а у вас бытие оранжевого свитера. Это все очень применимо, все эти вещи. К чему они применимы? Ко всему. Ко всему. Вот в чем великая эта сила диалектики. Что вы изучаете категорию всеобщие, где вы можете применить абсолютно ко всему. Нет никакого тут ограничения. Итак, где мы находимся уже? У нас уже становление. Что такое становление в итоге? В итоге. Переход бытия в ничто, а ничто в бытие. Ну, а это можно короче сформулировать? Я же все попросят. Короче. Знаете, как только начинаешь им начинать, только рот открываешь и говорит, короче. Вот, смотри, вот. У тебя человек специально ждал своего часа и выстрелил. Движение и исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот. Вот кто вот понял диалектику. А скромный человек сидит там, а он сидит под Энгельсом. Ну, нормально. Движение и исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот все. Это и есть становление. А что есть становление? А все. А что есть не становление? А ничего. Ну, все. Вот эта книга стареет. Стареет. Люди стареют. Чистое бытие не становление. Чистое бытие не становление. Чистое бытие? Да. Нет. И можете сказать, что я так долго на этом остановился. А потому что это все. Это относится ко всему. Нет ничего в мире и ничего нет в истории. Нет ничего материального, нет ничего духовного, которое бы под это не подпадало. Это же очень здорово. То есть одно дело быть специалистом в каких-то областях. Вот у нас в частности много причин, по которым разваливался Советский Союз. Одна из причин быстрого развала, что каждый в своей области специалист, а дальше он не разбирается в устройстве страны. И вот они прямо кусками отпадали. Целые отрасли. И вот стали закрывать отрасли. И нет этой отрасли. И ученых таких нет. И науки такой нет. Закрыли институт цен. Ликвидировали комитет цен. Ликвидировали госплан. И все пропало. И чего никого нет. Хотя вот диалектический председатель этого самого главного редактора журнала планового хозяйства, которому я принес статью про снижение цен, и которую председатель правительства почитал и зарубил. То есть отдал отрицательную лицензию. Я говорю, ну ладно, что делать. Раз не опубликуем, значит не опубликуем. А редактор планового хозяйства говорит, не, мы опубликуем. Мы сейчас ее название и дадим другое. Экономический контроль. Цены же позволяют контролировать. И дадим другому рецензию. А тот даст положительную рецензию. Ну, наверное, у него друг какой-то был. И она буквально через месяц выходит в плановое хозяйство. Это называется экономический контроль. А написано, что цены должны снижаться, а не повышаться. Так что, ну надо для этого, конечно, говорить, как этот человек, так и выкручивается. А то, что человек должен понимать, что если не получается как бы сиять, значит можно как мечту это запустить. Так, итак, мы имеем дело с остановлением. Что теперь будем делать дальше? Рассматривать будем становление. Вот мы будем рассматривать становление и какие выводы из него сделаете. Уже делать вывод? Я попробую. Попробуйте. Вот есть движение исчезновения по тебе в ничто, ничто по пути. Какой вывод? Вывод, что становление есть благодаря разности бытия и ничто. Да, все поняли? Это очень важно, подождите. Это не значит, что это разность в смысле математическом, там, арифметическом. Пять отнять три, будет два. Нет. Вот вы сейчас можете сказать, мы разные люди. Мы сейчас не говорим, кто преподает, кто слушает, там, кто, так сказать, женщина, кто мужчина. Мы разные люди. Знаете, когда расходятся, вот эти, которые 10 лет живут вместе, муж с женой, потом говорят, мы расходимся, мы разные люди. А вы что, не знали 10 лет, что вы разные люди? Вы думали, что вы одинаковые? А что, одинаковые не женятся? Так что, это странный вообще разговор. То есть, вдруг мы замечаем, что в этом движении исчезновения каждая сторона исчезает. А если каждая сторона исчезает, то что, вывод какой, логический? Исчезает, и становление. Да. Вы можете это опровергнуть? Кто может это опровергнуть? Это даже как формально-логический вывод. Ну, это формально-логический вывод. Если, так сказать, бытие, значит, становление исчезает. Возникновение исчезает. В прихождении исчезает. В становлении бытия исчезает. В ничто-ничто, чистое бытие исчезает. В чистом ничто, чистое ничто, в чистом бытие. Все исчезает. А значит, исчезает и само становление. Почему? Потому что оно единство бытия и ничто. Раз бытия и ничто исчезает, какой вывод? Оно же и есть. Нельзя сказать, что существует. Слово существует, не имеете права здесь говорить. Это слишком тяжелое слово. Оно из второй книги. Существование. Это совсем другое. Учение о сущности, это не другой. А вот тут есть или нет, и все. Быть или не быть, это вот в чем вопрос. Вот у нас сейчас какой вопрос, который вы знаете, если обратитесь к сфере театра. Быть или не быть. Быть или не быть, а не быть это не бытие. Отрицание бытия. Но до небытия еще мы не дошли, потому что это просто отрицание бытия чистого. Поэтому становление исчезает. А раз исчезает, что есть? Вот, пожалуйста, скажите. Если исчезает становление? Да. Все, совсем труба. Даже становление исчезает. Конец. Не становление. А? Не становление. Ну, нет становления. Так что есть-то тогда? Ничего нет? Все пропало? Есть не становление. У нас лекция заканчиваем тогда? Расходимся. Эта идея неплохая. Сама себе. Ну, не ради этой идеи вы сюда пришли. Вот. Значит, тут надо уже осознавать, что такое становление. Это беспокойное единство бытия и ничто. Беспокойное. Вот это. Когда вы все-таки его определение-то получили, ну, вы обдумываете. Вы обдумываете, когда-нибудь идешь по улице и обдумываешь становление. Разве это плохо? Когда-нибудь выходили, вы обдумываете. Или еду в трамвай, и я обдумываю. Переход бытия в ничто, а не в твой бытия. Это же интересно. Тем более толкают. А вам-то что? Такие простые категории легко удержать. И, значит, становление исчезает. А что исчезает? Исчезает беспокойное единство. То есть, исчезает беспокойное единство. Что происходит тогда? Есть испокойное единство. Ну, все исчезает, что было. Во-первых, беспокойство исчезает. И единство исчезает. Потому что единство, в противоположенности этому слову единство, на самом деле написано единство, а их два. Потому что если эти единства, это обозначение того, что чего-то есть два, а не одно. Вроде бы единство должно быть. Вот вы одна и одна. Нет, единство видите ли? А если единство, значит, их два. Раз, два, так и если будет не два, а вот, скажем, простое, не единое, не из двух. то это простота. Простота. А если оно теперь не переходит одно в другое, а это отрицается. Ну так всё отрицается. Отрицается беспокойное единство. И беспокойство отрицается, и единство отрицается. Только единство отрицается не в том смысле, что они расходятся, а в том смысле, что уже нет этого соединения всего. А есть вот простое. Простое, спокойное и простое. Становление, ставшее спокойной простотой. Красота. Это же красиво. Потому что это надоело, это все, это ходит туда, бытие в ничто, ничто в бытие, туда-сюда, все. И сразу легче стало. Простое единство. Становление, ставшее спокойной простотой. Обратите внимание, предок сохраняется. Вот у вас по отчеству уже, как у вас по отчеству будет? Валерьевич. Валерьевич, видите, Валерьевич, а не просто вот имя ваше, а по отчеству. И так и установлю, вот есть вопрос простоты, это от становления, от бытия и ничто произошло. И каждый в этом смысле здесь сидящий от своих родителей произошел. Поэтому он, несмотря на то, что он говорит «я, я, я», но это каждый «я» на результат своих матерей и отца, так или не так? Или кто-то есть тут другой, кто-то тут заявленец, никто с заявлениями не выступает по этому поводу, никто не выступает. И, так сказать, если ее и называют по отчеству мужскому, только потому, что, как говорится, мужчину надо тут закрепить, а женщина и так ясна, кто родил. Такого не бывает, чтобы неизвестно от какой женщины произошел человек. Так что тут все продумано. Становление, ставшее спокойной простотой. Как назовем? – Ну, оно есть, значит, бытие. – Ну, это да, мы знаем, у нас это не… – Но такое же налицо только бытие. – Не только? Почему это только? – Бытие налицо. – Вот бытие налицо, а вы как-то стали уменьшать сразу значение. Вот у меня были проблемы с голосом, как у молодого преподавателя. Меня учила очень такая Татьяна Осиповна Малина, которая ставила голос артистам нашего Мариинского театра. Он говорит, ну чего вы, Михаил Васильевич, пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Убедительно? Вот это убедительно. Товарищ Лагерик, скажите правильно. Хорошо. – Наличное бытие. Снятое становление – это наличное бытие. Что-то выпустило. – Так, значит, мы имеем дело не… – Спокойная простота. – Да, теперь у нас спокойная простота. Вот эта спокойная простота называется… – Наличное бытие. – Наличное бытие. – Хорошо она называется? Хорошо. Она же налицо? – Она есть? – Есть. – Наличное бытие. – Она никуда не убегает. Это вот чистое бытие, когда вы брали, только хотите ее рассмотреть, она уже раз – и ничто. Ничто хотите рассмотреть? Она говорит, это я, не я. – Да, я вообще не чистое ничтое, я бытие. Оно убегает. А тут вот становление, ставшее спокойной простотой. Ну и каждый человек, вот все знают, что вот вы дышите, сейчас вдохнули, я заметил. – А вы устал. – А вы еще и выдыхаете, я знаю. – Как он устал? – Постоянно. Вот. То есть постоянно человек находится в становлении. Потом, если вы больше не вдохнете никогда, это же верная смерть, согласитесь. Правильно? – А если вы не выдохнете, то же верная смерть. – То есть человек все время на грани находится. В этом смысле он беспокойный. – Но человек стал спокойнее. Ну спокойно вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. Все время борьба, противоположность идет. И то, и другое, и то, и другое. И ничего страшного с этим не бывает. То же самое в кровь поступает. Что? Кислород. От вашего выдыхания. Ну и углекислый газ выделяется, когда вы выдыхаете. То есть это мы можем на это не акцентировать внимание, но на самом деле мы все время с вами над пропастью. У нас все время идет восстановление. Даже когда оно стало спокойной простотой. А спокойная простота только потому, что назад мы не сваливаемся и в чистое ничтое, и в чистое бытие. А мы вот в становлении продолжаем. Вот вы продолжаете жить, и вы, и вы, и все, кто сюда пришел. Эти живут. Насчет других, кто не пришел, ничего не знаю. Я не отвечаю. Я, так сказать, гарантирую жизни вот тех, кто пришел на лекцию по науке и логике. А насчет других, не знаю, что сейчас с ними. Вот что там, где они пропадают, как они без диалектики живут, и смогут ли они дожить до завтра. Вот проблема. Сейчас же, знаете как, опасностей очень много. Так сложно все. Так что будем теперь делать? А делать вот нужно так на науке и логике. Каждый раз надо начинать с того, на чем закончили. Раз вы пришли к спокойной простоте, но прежде чем начинать, надо правильно назвать. Название вы не выдумаете. Название, это вот такие люди, как Гегель, которые глубоко изучили все категории, которые только есть, они подобрали такие, которые не являются более сложными, чем надо вот изложить, взять вот сейчас. Это, во-первых, бытие, но какое бытие уже? Не то бытие, которое было, нечистое, а какое? Какое? Наличное. Наличное. Это вот здорово придумали. А какое налицо, такое берем. То есть ничего так крупного тут нету? Наличное бытие. Наличники видели? На окнах. Вот и налицо. Так, вот что дальше нам делать, товарищ Диалексий? Изучать то, что, к чему мы пришли, а пришли мы к наличному бытию. И что, вот изучайте. Кто-нибудь скажет, что он в результате своего обучения к чему пришел? Есть такие люди, которые изучали наличное бытие? Вы изучали. Я думаю, вот ваш свитер прямо об этом говорит, что вы изучали его. Оранжевый. Оранжевый, это же, как вы, наверное, знали, что самый привлекательный и яркий. Почему все спасательные жилеты оранжевого цвета? Вот вы нас в диалекте должны спасать теперь. Потому что я к вам обращаюсь. У вас оранжевый, давайте говорите, что дальше делать. Ну, можно заметить, что в этом личном бытие есть в снятом виде наше старое бытие. Да, можно заметить. Ну, вот так вот можно заметить, можно не заметить. Если мы хотим что-то, так сказать, говорить о том, что мы получили, что нужно сделать? Нужно, так сказать, взять его в развитие, в становление. Надо оглянуться назад, чтобы пойти вперед. Вы же вперед хотите пойти? А как вы определите, где вперед, где назад? Надо вы назад посмотрите, увидите, где назад, тогда надо идти в противоположную сторону. Правильно? А если я не буду брать этого, вот, не буду брать в становление, тогда нет движения вперед. То есть от наличного бытия движение вперед, не назад, к становлению простому. За что мы должны жить? Ну, что, давайте изучать это на личном бытие. Кто будет сейчас изучать на личном бытие? Кто берется что-нибудь сказать о наличном бытии? Вам есть что сказать о наличном бытии? Вот вы его изучали и обдумывали. Это же очень... Человек украшает, когда он сидит и обдумывает наличное бытие. Я могу сказать, что наличное бытие – это результат снятия становления. Да, это вот вывод правильный. Раз оно результат снятия становления, значит, что? Значит, в нем есть ничто. Не, поторопились. Это очень для нас сложно. Значит, в нем есть становление. Ну, раз результат, значит, в нем есть... Если оно результат снятия становления, значит, в нем есть... В содержании этой категории есть становление. А в становлении, кроме бытия, есть что? Ничто. Так вот, вот это ничто теперь уже нельзя называть чистым ничто, правильно? Которое есть в становлении. Ну, это вроде того, как вот то, что у вас есть, у вас мама и папа в вас содержатся. Что значит, что у вас отчество есть? Известно кто, что у вас отец, известен кто. Так, ну, они в каком виде-то должны быть взяты? В другом уже теперь. Это не то же самое, что раньше было. Они вот как отчество присутствуют. Они в виде вот просто. Если у меня отец Василий, то я тут не говорю. Хотя так иногда говорят. Михаил ибн Вася. Но у нас не очень принято. А Васильевич? Это значит... Ну, не прямо говорят Василия. Это уже другая форма. Это форма, которая приспособлена не для того, чтобы говорить о непосредственном, а о том, что опосредственным здесь является. То есть речь идет о результате вот этого наличного бытия. В нем есть становление. Вот. А в нем есть, в этом самом, в наличном бытии есть и ничто. Какое? Вот такое, которое в наличном бытии. Ну, вот это ничто, которое в наличном бытии же нельзя так же фиксировать и так же называть, как то ничто, которое было вначале. Вот скажите. Правда? Это же разница есть. Это вот то, что было, с чего мы начали там. Чистые ничто. Если чистые, разве не? Какое чистое, когда оно ничто уже в наличном бытии? Вот это ничто, которое в наличном бытии. Нашли мы, откопали. Бытие это и бесполезно откапывать. И так у нас бытие. Потому что второе бытие не надо. А ничто-то надо найти. Вы дожди, Алексей, здесь вы не можете одной стороной обойтись. Значит, ничто. Вот это ничто в наличном бытии как называется? Небытие. А? Небытие. Вот и все. Небытие. Вот в вас есть небытие? В вас есть? В вас есть. Все-таки уже, видите, я подкопался уже. Не просто. А оно есть или оно будет? А? Оно есть или оно будет? Нет, оно есть. Как будет? Это ваше прошлое. Ну, ваши родители, вы, ваши родители, это вы или нет? Нет. Ну, раз нет, значит, они в ваше небытие. Но оно где в ваше небытие? Где? Не в вас или не в вас? Вот у меня, например, живых родителей сейчас нет. Но они во мне-то есть или нет? А это, то есть, вопрос там, живые они или нет, здесь не обсуждается. Вопрос в другом, что вы есть результат их, а раз вы их результат, но они в вас есть. Даже если вы будете, дескать, неважно, кто у меня, вот берите меня, какой я есть, а какой вы есть. Такой есть, какие вы, прежде всего, результат своих родителей, а потом все остальное. Сразу, 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 ваше отчество сразу забили, чтобы тут вы не обсуждали. А с мамой мы разберемся по книгам, которым, где вас, в каком роддоме помогали маме разродиться. Вот и все. Так и в каждый сложный предмет, все, что сложно, вот так. Значит, мы пришли к категории какой, значит, есть такое бытие у нас, в котором есть ничто. Как это ничто, которое вы бытие, как вы его назовете? По-прежнему вы считаете, что это чистое ничто? У вас совесть есть у вас, называть по-прежнему его так же, после такой длительной работы и такой сложной, которой, диалектической работы мысли, которую мы проделали, просто его опять называть ничто. Как называется то вот ничто, которое в бытии? Мы его опять нашли. Небытие. Ну, это нормально. Во мне есть то, что не я. Что тут непонятного? Что тут такого? Вот у вас есть или у вас нет такого? Есть. Тоже есть. Есть такие люди, которые отказываются от своего небытия? В нем таких нет. Ну, хорошо, раз нет, идем дальше. Так раз вы на него обратили, на это небытие взор, так оно теперь у вас небытие или бытие? Уже бытие. Вот и получается, что это тоже бытие. Так вот небытие принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Как это надо назвать? Определенность. Определенность. Откуда мы берем название? Ну, Гегеля воруем. Потому что самим не додуматься до этого. Мы могли бы назвать там, как угодно, но запутались бы точно. Запутались бы, поэтому. Здесь надо иметь дело с толковым человеком, который все это разобрал, и нам остается только по ступенькам идти. Вот как здесь вот. Да не мы с вами ступеньки делали, кто-то сделал до пятого этажа, ступенек много. Потом, видно, тут два приема делали, достраивали дом. И новые там лестницы. Был четыре этажа, а теперь пять. Вот мы по этим поднимаемся этажом, и оказываемся здесь. Так и здесь. Значит, небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Как называть? Заметили, я вместо ничто сказал небытие. Конечно, тем более у Гегеля так буквально и написано. Думаете, я сам придумал, что я такой умный? Принятое в бытие. Не бытие, а принятое в бытие. Это просто вы найдете в новой логике, вот сейчас в этом месте посмотрите. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Называется определенностью наличного бытия. Вот это непривычно для нас совершенно. Совершенно непривычно. Потому что в вашей определенности он называет не то, что вы есть, а то, что вы не есть. Вот, допустим, вот товарищ, который с оранжевым свитером, ясно, что это... Вы будете настаивать, что оранжевый свитер – это вы? В каком-то смысле? В том смысле, что вы дошли до уровня свитера в своем развитии. Ужас какой. Я думаю, это неправильный подход. Ну хорошо, вот вы человек с бородой. Так вот это... Или вы с бородой, или вы борода? Я бородатый. Вы борода? Бородатый. Нет. Нет, вот если вы бородатый, тогда это ваше отрицание. А если это вы борода, то вы низко пали. Очень низко пали. Я, например, про себя не буду говорить борода. Я здесь с бородой. Это моя... Это не я. Да, я это вот не борода. Я-то настаиваю, что я преподаватель в Красном университете, доктор наук. А вы сразу... А я борода. Ну вот вы дали. Это же тоже определенность, доктор наук. Определенность – это отрицание. Но определенность – это отрицание. А вы же все равно это отрицание берете в качестве какого-то утверждения. Правильно? Человек с бородой. Значит, брюнетка. Это содержание этой женщины или это ее внешний вид? То есть нет, это суть ее или нет? Брюнетка или блондинка? Это не самая суть все равно. Вы свою жену за душу полюбили или за цвет волос? Может быть, только за цвет волос. Тоже неплохо. А вот если мы говорим «жена» и «цвет волос», «жена» – это наличное бытие, а цвет волос – это определенность. Жена – это не бытие. Почему? Жена – это что у вас? Нет, если мы говорим про жену, и вот, например, про... Тогда она бытие. Так. А она же бытие? Нет, если вы говорите про жену, то на самом деле вы говорите про то, что у нее есть муж. Нет. Если вы берете какую-то, возьмите лучше женщину, и тогда о ней говорите. А вот когда вы говорите «жена», это значит, что у нее есть муж. А вот если я скажу, что у меня есть борода, и борода – моя определенность. Правильно? Да, правильно. А вот я? Вы-то говорите, что она у меня есть, а вот эта «ваша есть» относится к тому, что является вашим отрицанием. Вот что надо заметить. Да, вот борода – отрицание. Но вы борода или нет? Нет. Я не в том смысле. Вы что, смотрите, борода – это мое отрицание, правильно? Это определенность. Это ваша определенность. Вы же говорите, что борода меня, а не борода другого человека. И у меня определённая борода. Но это своя борода у Вас, Достыр. Вы же по отношению к себе должны। распада я не чистое бытие я тоже определен чтобы сказать что борода именно меня а не кого-то другого чисто быть я давно уже нет вы на личное быть я не опускайтесь туда назад да но определено что тоже чего-то определен так вы о себе говорите вы есть определенная но вы не заметили что вот это бытие в котором есть определенность называется на линии личное бытие вот ваша проблема разрешилась она уже не бытие а вы продолжаете рассуждать про бытие оно вот то что бытие которое является определенным называется наличным бытием то есть чтобы вас не путать не путать с тем бытием которую мы брали вначале чистые вот когда уже дошли до вашей бороды и то что у вас есть в голове и ваш мозг никого не интересует а интересует только если у вас значит борода или очки человек в очках вот это мы дошли опустились до того что вы уже вас берем как вот вот то простое а уже наличное бытие это уже вы это вот ваше от лишь отрицание этого борода для вас это нечто мимолетное это это просто сказать ваша определенность вот и все то есть правильнее если мы говорим про про воду который определенность уже видно если мы говорим что я борода ты борода ты это мы собираем тогда вы меняете это да у вас бытием становится борода а человек прилагать а это ваша определенность то есть это ваше отрицание то есть если это ваше отрицание то борода и вы не борода вот это что я чтобы быть мной если определенность очень вы вы не очки вот вы человек в очках очки это ваше отрицание они утверждение но очки ты меня а я должен быть тоже определенный что можно было сказать что это я это есть ваша определенность еще хотите еще определенность пожалуйста вот вы умный человек но определенность ум это не вы если вы думаете что ум вам зачтется в как положительно черта с два вы умный человек то есть ум это не вы а я а вы вот отрицание ума естественно а вы думали как что вас зачтут ваш ум за ваше утверждение черта с два шума это ваше отрицание будет умный человек вот человек и его утверждение умный это уже начнем еще бы не хватало чтобы у вас не было ума мы бы вас вообще сюда не пустили он не узнает а как только диалектик узнает все остальное это они ничего если он не диалектические это бесполезно с ним обсуждать давайте делаем перерыв за 10 минут интересная же наука юмористическая если к ней правильно относиться вот ум ваше отрицание конечно человек оскорбление воспринимает как оскорбление вот эту самую но другой стороны это вашего оранжевую одежду тоже я взял как отрицание но и ум как одежду взял это не совсем а вы гордине это у меня здесь а это здесь это не надо путать мое внутреннее отрицание от внешнего отрицания внешние отрицание вы можете завтра а уму а уму я никуда не могу деть куда я могу деть умеще то куда я одену ну могу я горит вот снять этот свитер могу я от этого отказаться а умеще то умеще добрая могу деть никуда поэтому это другое и другая определенность их много же у вас определенных у вас дева ноги это тоже определенность у него много определенностей любое ваше отрицание это ваша определенность вот я например ваша определенность вы меня принимаете как за свое отрицание все плохое отрицание ну еще раз хорошее вы даже в отрицании вы берете чуть ли не как забытие это комплимент мне то есть это как раз просто не привыкли люди надо видеть что вы делаете логически логически это ваше отрицание ваше утверждение если я буду говорить я я я я я есть 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 это вообще пустота ничего нельзя говорить ничего нельзя вообще сказать нет никакого движения движение все время идет так вот вот мы имели становление а теперь мы уже на уровне наличного бытия там было бытие а теперь наличное бытие это я просто тому что а следующая будет категория это будет не наличное бытие а нечто а мы еще до этого не дошли а почему вот кадроcier чисто быть и а потом были ничто чтобы сразу переходим наличное бытие вот здесь мы скажем чисто бытие а потом скажем не что ничего права не берем мы всегда делаем обиды auso Bibel сразу мы не переходим мы всегда делаем только один логический шаг01 А вот если от чистого бытия, диалогического шага к ничто, то ничто уже будет определять бытие, и бытие уже будет тогда личным бытием, или не так? Я не понимаю, как вы от чистого бытия к ничто? От чистого бытия можете только к чистому ничто перейти, а не к ничто. А вот почему есть чистое ничто, если оно уже ничто чистого бытия? Оно же уже вообще ничто именно чистого бытия. Оно только так, когда оно является уже ничто чистого бытия, тогда оно является моментом становления. А почему это не сразу? А сразу не получается. А вот становление, оно себя, это вот, это становление, оно уже теперь не чистое бытие. И не чистое ничтое, а просто бытие и ничтое. Обратите внимание, что становление есть единство бытия и ничтое, а не чистого бытия и чистого ничтое. Вы на это не обратили внимания, не заметили, а вот сейчас как раз за это зацепились. И это хорошо. Я понимаю, что чистое бытие и чистое ничто – это как бы абстракция, на основе которой используются. Да, они болтаются в небе, так сказать, в абстракции. А вот когда они соединились в становлении, а это же не чистое бытие и не чистое ничто, а они бытие и ничто. А следовательное бытие – это то, что вместе с ничто, а ничто – это то, что вместе с бытием, с становлением. Только вот эти вот, то есть слово «бытие» и «ничто» рядом с собой тащит портфель с остановлением. И его паспорту так и определяется, что оно в единстве. Бытие – это то, что в единстве с ничто. Ничто – то, что в единстве. Вот вы, потому что вы живой, значит, вы родились. Нет, я понимаю, что вот так. Вот чистое бытие – чистое ничто. С чего это вдруг им перейти во что-то другое, если они на те абстракции не знают? Они во что-то другое не могут перейти, нет содержания переходящего. Вы можете перейти только от них. А мало ли что, то, что тут вы присутствуете, это никакого отношения не имеет к логическому развертыванию. От этих категорий переходить не к чему, кроме того, к чему они перешли. Вот вы от чистого бытия и чистого ничто перешли к становлению, в котором уже просто бытие и просто ничто. А вот просто бытие и просто ничто – это просто указание на то, что бытие – это бытие с ничто, а ничто – это ничто с бытие. Потому что каждый из них есть в то же становлении. Это как если бы мы часами один и ноль, а потом начали жить в то же время. Да, а потом вы их все время вместе. Но один и ноль здесь не годятся. Это не противоположность. Это не противоположность. А чистое бытие и чистое ничто – это не одно и то? Чистое бытие и чистое ничто – что? Не одно и то. Не что, бытие? Нет, это противоположность. Но противоположность – это и есть. Противоположность в одном духе. Для того, чтобы они были противоположностями, они должны составлять одно. Единственное бытие. Если вот чистое ничто – вот мое ничто и ваше ничто, эти два ничто, они вообще никак не соединятся. Или ваше бытие и мое ничто никак не соединяются. Да, но они нечистые. А если именно чистые? Так чистые это означает, что они оторваны от всего. Да, в этом смысле, что если чистые, то мы просто абстракция. И все абстракция. А вы вот когда возьмете чистое ничтое, начнете его обдумывать. И придете к тому, что оно есть. А раз оно есть, значит вы придете к его бытию. К бытию этого чистого ничто. И как только вы придете к бытию чистого ничто, можете слово чистый выбрасывать. Потому что вы уже пришли к становлению. А вот можно еще рассмотреть? Вот если мы, например, постепенно развивались, да, и животное состояние. Мы же мышление постепенно так же развивались. Развивалось, мы со с нами. Куда этого перехода в нашем мышлении, как живого существования, не было уже абстрактного ничто и абстрактного состояния. Сразу же появилось становление. А потому что вы не были никогда не чистым ничто. Вы никогда не развивались от чистого ничто. Вы от зародыша развивались. Не надо тут себя принижать. Нет, я это и не в виду. А вот вы имеете в виду, значит, уже на счете категории недостаточны. Само развитие не употребляет Гегель. Развитие будете говорить в третьем томе. Потому что развитие... Что такое развитие? Вы же не знаете, что такое развитие. Развитие что такое? Движение нишо. А? Движение нишо-то вышло. А от чего нишо-то? Движение. От чего нишо? Нишо чего? Но это где совершается это движение? Да у вас нет такого. У вас нет бытия, которое бы двигалось от низшего к выше. Вы еще берете ничто. Это применяется в развитии, тогда и речь идет о каком-то наличном бытии, каком-то нечто, которое идет от низшего к выше. А там какое развитие от ничто? Никакого там развития нет. Значит, мы, естественно, мы тут все категории в науке и логике не охватим и все не пройдем. Но смысл нашего обучения и нашего занятия в том, чтобы когда вы будете читать, чтобы вы смотрели за выведением, за движением категорий, а не просто, так сказать, за нумерацией. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот это чтобы не было. Вот у Гегеля идет ничто, чистое ничто. Сначала ничто, потом начинаешь обжумывать, понимаешь, что чистое ничто. Ну и что? Вот слушатель, а он же Лазарев. И что, я не могу так сказать? Нет, так и все. Один слушатель, запятая, Лазарев. Ну и все, и продолжаю дальше, как ни в чем не бывало. Обычный, нормальный ход в языке. Потому что на самом деле чистое ничто вы можете взять один раз. Как только вы о нем что-то уже сказали, это чистое ничто. Что-то вы про него сказали, вы сразу замутили его. Раз вы его замутили, это не чистое ничто. Это ничто с отрицанием. Что является отрицанием ничто? Бытие. Ну поймайте это бытие. Это какое бытие? Пока тоже, так сказать, еще в начале чистое. Но уже которое вы нашли, и вы нашли его ничто, это уже не чистое бытие. А вы сначала вы берете, вот бытие, которое вы берете, и начинаете вы именно с бытия, а не с ничто. Мы начинаем разбирать бытие. А если вы начинаете с ничто, один у нас был такой, приезжал завкафедрой из какого-то города, завкафедрой философии. И вот он такую ахинею нес, а надо начинать с этого самого, с ничто. Но этот человек не разобрался, что с ничто нельзя начинать. Для того, чтобы начинать, надо что-то взять. А то, что вы взяли, есть бытие. Ну то, что вы взяли за начало, это что? Так, кто знает, что такое начало? Вы можете сказать, что это не разобретает результат? Да, это не разобретает результат. Ну, значит, не разобретает результат, но результат, это же бытие. Поэтому начало – это обязательно бытие. Не может быть началом ничто. Но люди такие, которые с этим ходят, я вот конкретно, ну так мы над ним немножко посмеялись, но он доктор наук и заведующий кафедрой. Но не в Санкт-Петербурге. Сейчас я уже не помню, откуда он был. Книжку написал на эту тему. Человек не разобрался и написал книжку. Так, ну вот, значит, у нас теперь дальнейшее движение может быть такое. Предполагается, что вы все имеете науку логики. Раз вы имеете науку логики, то вы ее прочитали. По крайней мере, в рамках того, о чем мы можем говорить сегодня на лекции. Лекция у вас о чем? Об ИТИ, правильно? А если лекция у вас об ИТИ, значит, ну я мог бы предположить, что вы читаете, но, потому что вот Гигель вообще автор, я не автор этой книги. Но если вам какие-то переходы или что-то там, какие-то рассуждения показались непонятными или необъяснимыми, я могу ответить на вопросы. Потому что если мы просто будем ИТИ, ну это будет, мы не точно сегодня не пройдем. Все. А я готов вам ответить на любой вопрос из тех категорий, которые идут после наличного бытия. После наличного бытия потом какая пойдет категория? Определен. А? Определен. Ну, определенный само собой. И получается определенное наличное бытие. А определенное наличное бытие это что? Что? Нечто. А нечто. Как только вы заговорили о нечто. Вот посмотрите на эту категорию, только на саму конструкцию, название. Нечто – это положительная категория или отрицательная? А? Положительная. Да посмотрите внимательно. Посмотрите, у него прямо вот торчит впереди, знаете, как у ледокола такой мощный нос, стоит не берется, а считается положительным. То есть положительные категории, кроме вот этого чистого бытия, в самом начале, они все замешаны, смешаны с отрицанием. Но, как вот говорят про какое-нибудь очень хорошее произведение искусства, эрмитажа, ну, это нечто. То есть это какое-то не. То есть это какое-то отрицание. Какого-то что. Ничего себе похвалили. Это отрицание какого-то что. Вот что такое это за произведение у этого художника. Вот похвала. Но это же похвала. Да. Можно вопрос по следующим категориям? Почему одно – это пустота? Я понимаю, почему одно – это не пустота. Почему одно – это не пустота? А что, у вас две пустоты бывают, что ли? У вас бывают две пустоты? Пустота тоже одно. Вы только с другой стороны зайдите. Почему одно – пустота? Потому что пустота – это одно. Вот я вам объяснил. То, что пустота – это одно. Понятно? Ну, значит, одно – пустота. Вот и все. А можно в этом случае сказать, что пустота – это некоторые… Это, по сути, ничто, но как бы вот мы к нему вернулись через несколько отрицаний. Ну, почему вам не надо возвращаться? Это реакция. Вы – али акционер. Вы хотите уйти назад. С новыми знаниями. Вы против нового передового. За старое отжившее. Вот теперь вот я понимаю, почему у вас оранжевый свитер. Кто это носит у нас, оранжевый свитер? Голландцы. Голландцы. Восходы. Так, ну это так, шутка. Так, давайте еще вопросы какие. Значит, по всей сфере бытия. У меня вопрос про нечто иное. Да, вот хороший вопрос. Почему нам, почему надо, в общем, когда мы рассматриваем иное, мы рассматриваем само по себе? А почему я не могу, я все могу рассматривать, Вячеслав Михайлович, все могу само по себе. Могу у вас, вы сами по себе, сами по себе, есть вы. А я сам по себе, это я. Любое ухо, вот, может, ваше рассмотрено быть само по себе, независимо от того, слушаете вы с помощью этого уха или оно у вас тут поражено, все равно я могу его рассмотреть само по себе. Хотя оно, конечно, само по себе не ухо, строго говоря. То есть оно само по себе, это вот некая раковина, там еще есть внутренний, вы знаете там. Это же все связано с нервной системой, это долгая история. Вот, то есть на самом деле, вот, вот хочу рассмотреть этот вот пример этой такой внутренней связанности в человеке. Вот человек, вот эта рука, где начинается? Моя рука, где начинается? Вот его рука, я уже понял, в голове. А что, она у вас, кровь не поступает, да? Ну, еще там. Поступает кровь? Начинается. Или вот так, вот отсюда, уже кровь поступает в руку. А в сердце она у вас не начинается? И в сердце начинается? И что, два начала у вас? Нет. А? Одно. Одно? О, так где у вас начинается тогда ваша кровь, это я не могу понять. А что, вообще сердце кровотворный орган? Нет. Это же, это насос. Что вы там? А это что, насос у вас вот здесь, который не здесь? Так, здесь кровотворный орган у вас, в голове. Ну, точно кровь выделяется не головой. В общем, тут у вас с головой непорядок. Неправильное понимание. Да то, когда вот у девушки просят руки. Так они понимают, все, достаточно руки, для чего остальное просить. Все остальное прилагательное. С гарантией. Ну, почему? А потому что мы, говорит, диалектики, мы знаем, это все целое. Единственное. Ну, если, а то девушка была бы такая, научилась этой самой диалектике. Вы просите руки, раз, отсеклась, вот дает. Вам это надо? А то ему только рука нужна была. Потому что и сердце нет. А? Там еще сердце нет. А, и сердце. Ну, хорошо. Но это надо отдельную операцию делать. Это, говорит, это надо вот... Мы ей поставим искусственное сердце, а вам это отдадим. А ей пересадим. А ему нужно все, руку и сердце. Вот два предмета. Ну, что-то здесь не высказывается, но предполагается-то как раз целостность. Целостность. И от этой целостности нельзя уходить. Потому что иначе непонятно. Сказать, что вот рука начинается... Где начинается рука у меня? Вы сказали, в голове. А теперь выяснилось, что и в сердце. Сколько, два начала, что ли, у них? Ну, получается, все едино. Ну, по крайней мере, что вот живая рука, она не может быть рассмотрена вне, в отрыве от сердца и в отрыве от мозга. Правильно? Иначе это не рука. Такая рука никому не нужна. Даже протезы хорошие, они там связаны с нервными системами, и так делают, чтобы можно было ими какими-то сигналами что-то делать. Там крови нет, а движение есть. Так, еще вопросы. Давайте вот мы сейчас вопросы разберем, которые у вас вот вырывает изучение. То есть, тут все у Гегеля написано. В этом смысле вы, наверное, заметили, что я вам больше повторяю, что у него написано, и больше мешаю вам идти другой дорогой, то есть, не так, как у него написано. Потому что на самом деле у него написано очень точно. И лучше не скажешь. Потому что, ну вот, попробуйте лучше сказать, не получится. Да. Вопрос. Категория в нем бытие. Очень хорошая, да. Можете пояснить? Конечно, могу. Вот у Гегеля, если вы будете читать, это навязчивое, это повторение у него везде. То, что внешнее, то есть внутреннее. Везде. Везде. Что значит в нем? Ну, то есть, есть какое-то внешнее. А что такое внешнее? Есть какое-то внутреннее. Вот у вас кожа относится к внешнему или к внутреннему? А? К внешнему. К внешнему. А что, кровь туда не попадает? И вы наморщить можете лоб? Вот я, это кожа же. Тут ничего нету. Это же я на мозг. Это же кожа одна. Это не мозг не руководит этой кожей. Так она от мозга отделена, вот эта кожа, или нет? Ну, там другая какая-то кожа, еще трудно может ей там подвигать. А вот лбом-то запросто я могу подвигать. Или говорит, поморгает мне глазами и не скажет ничего, как поются в песне. Моргает, если глазами. Это же, во-первых, моргает, вроде и через мозг не проходит. А если это ваше сознание не проходит, а через мозг-то проходит все моргание. Есть же, так сказать, а что, так сказать, как регулируется? А вот как-то у вас начинает глаз высыхать. Этот высыхать. И раз, и с помощью моргания снова его уложнили. И все. И это идет все время. И не затрудняет ваш мозг. Вы можете при этом читать, думать, заниматься чем-то другим. Это идет само собой. Но это мозг-то управляет ваш, не докладывая вам. А само собой управляет и все. Сердце, когда работает, оно спрашивает, нам биться, не биться? Сейчас еще биться или сейчас как? Вы не закончили? Может быть, закончить уже и не биться? Такой запрос не поступает из сердца. Причем, наверное, вы знаете, что бывает, сердце останавливается, его можно завести. В некоторых случаях, когда успевают люди, и биение продолжается. Они успели завести, ну и все тогда, когда, так сказать, уже начинается общее поражение организма, тогда уже бесполезно его там заводить. Или подключать к аппарату искусственное сердце. Подключили к аппарату искусственное сердце, очистили организм от каких-то там вредных веществ и снова подключили ваше сердце. И будьте здоровы. Это сейчас делают. Возвращаясь к более 40-м категориям, я просто, ну, Гигель, я не нашел именно вот предложение, где вот было бы дано определение в нем бытия. Он как-то очень быстро переходит к определению. Определение у него и не может быть. Определение, вы же не знаете, что такое определение. Ну вот, вот, узнаем. Вы скажите, что такое определение. Давайте формулировку определения. Определение? Да. Это, ну, если просто, то это определенность, которая сохраняется, качество, которое сохраняется в изменениях. Ну, можно, да. Качество, только это не просто не определенность, а качество. Определенность бывает отрицательная и положительная. А определение – это качество. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. В себе. Что такое в себе? Которая равна самому себе. Раз она в себе, то она сохраняется в изменениях. Вот то, что если у вас вы умный человек, то умный не только вот сейчас на занятиях, но и после занятия умный. И даже когда домой придете, тоже умный. А если вы умный только на занятиях, то вообще вопрос о том, умный вы или нет, очень встает резко. Странные такие есть люди, на занятиях умные, а во всех остальных моментах глупые. Качество, которое есть в себе, в простом нечем, в себе – это сохранение. Вы сейчас в себе или не в себе? Вы сейчас в себе или не в себе? Я в себе. В себе. Это что такое в себе? Какое такое? В своем привычном состоянии. Ну, это как-то сложно, вы все излагаете. Вы просто равны сами себе. А если я не в себе, то я сейчас вот начну на вас кричать. Ну, чего вы там никак не можете понять это вот? Это я вышел из себя. То есть в себе бытие – это простое равенство с собой. Ничего тут такого никакой глубины нет. Поэтому вот, когда вы говорите, что такое в нем бытие, в нем бытие – это то, что вы берете, как отрицание внешнего. Это в нем бытие. То есть в этом бытие – это такое в себе бытие, которое отрицало бытие. Отрицало бытие в нем. Отрицает выход наружу, куда-то вверх. В нем бытие. То, что внес в вашем организме – это где? Ну, вот у вас, ваша кожа представляет собой вот этот рубеж, и когда Гегель говорит «в нем», то есть в содержании. Это в нем содержание, в нем бытие. То, что нечто есть в себе, то есть то, что равно, оно есть и в нем. То есть то, что у вас удерживается, это ваше равенство с собой, оно значит не внешнее, а внутреннее. Вот такой смысл этого высказания. То, что нечто есть… Он часто повторяет это. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. Вот, и везде у него написано «в нем», значит и в себе, значит и в нем. Мы про качество говорили сейчас. Как же так мы его изолируем? Как вывести это взятие из определенности как изолированное? Это очень просто. Вот видите у вас книжка в руках? Сейчас подойду и заберу эту книгу. Вот будет она изолирована от вас. И все. Мысленно изолирую. Мысленно. Сейчас я мысленно забрал у вас книжку на уколойке и положил ее вот сюда. Это мы извне. Да, извне. Взятое изолировано. Там мы говорим «взятое». Она не изолирована, а взятое изолировано. Сердце ваше изолировано от вас. Взятое есть насос, который регулирует кровоснабжение. Отсуществует. А на самом деле нельзя брать от вас изолированную, потому что она работает вместе с вами, с вашим мозгом и со всеми другими. И с лимфатическими узлами и так далее. С лимфой. Но ведь до этого надо еще догадаться. А мы в самом начале, получается, Гегер был уже не в самом начале. Да, догадаться надо. То, что нечто есть в себе, есть и в нем. У вас не может быть то, что если у вас все это сохраняется как равенство. Да как вы можете сохранить как равенство, когда все наружное, все мешает этому. Мешает пыль вам, делает загрязнение вашего лица. У вас может попасть в глаз что-нибудь. Все время равенство с собой – это постоянная борьба в нем бытие. То есть, чтобы вы были равны, у вас должно быть это в нем. То есть, ваша деятельность, вашего организма по сохранению себя как себя. А формальное и первое такое высказывание – это в себе бытие. Вот я равен самому себе. Ну, я, конечно, равен самому себе, но если я, значит, еще и разговариваю, я все время не равен самому себе. Ну, я где-то на каком-то слове-то равен. Ну, вы скажете так, так на каком слое вы равны самому себе, на каком слое вы не равны. Или на каком предложении вы равны, на каком не равны. Или в начале лекции были равны, в конце лекции не равны. Так я только вот так могу быть равен самому себе, как преподаватель. Только потому что я все время не равен самому себе, и все время изрекаю совершенно противоположное или другое, а не то, что я перед этим или после этого буду говорить. Правильно? Поэтому на самом деле Все вот эти высказывания Понимаемые антидиалектически В отрыве от всего остального Это неверно Как и вообще вот такие категории Как в нем бытие, все бытие Они не могут рассматриваться В отрыве от языка Вот товарища, который там В конце сидит Вы сейчас в себе или не в себе? Я в себе Это что значит? Что замкнулись в себе? В себе бытие Я вам помогаю Это равенство с собой Ну вы себе-то равны Тут нечего доказывать Вы в себе А вот теперь Я с вами спокойно говорил Ну что вы никак не можете понять Что я говорю про диалектику Это что значит? Я вышел из себя Или я вне себя Не вне вас Вне вас это само собой Я вынос там, а я здесь Это я вне себя Выход То есть человек Вышел из себя Или Секретарша Вы приходите к ней К начальнику хотите попасть Она Она достает Помаду Гребень сейчас говорит Я приду в себя Буду с вами разговаривать А где она была до этого? Не в себе А что значит? Она при этом Равняла же Самой себе Все Она не в себе была Раз она Приду в себя Приду в себя Значит она не в себе была То есть не равна самой себе А вы должны быть С того и секретарше Иметь дело Которая равна Самому себе Вот она сейчас Своё равенство изобразит И тогда можете с ней разговаривать То есть это категория Вот такого рода В себе бытие Бытие для иного Они широко Очень употребляются Но никто не замечает Что это на самом деле Диалектическая категория В себе бытие Это равенство с собой Того Что может быть Не равно с собой А бытие для иного А всё для иного Вот вы пришли для того Чтобы остаться с теми знаниями Которые у вас были До прихода сюда Зачем вы сюда пришли Идите отсюда Зачем вам Зачем сюда Тут вот Находиться То есть вы пришли Для иного А не для равенства с собой Ну вы Вы просто хотите иного Или хотите равенства с собой Как имеющее Определённое Так сказать Как изучившее Определённое Так сказать Количество Вот этой самой Диалектики В этом смысле Вы хотите Сохранить Это равенство с собой А не потерять Если я изучал Зачал Потом ушёл И забыл Ну допустил До четвёртого этажа До третьего До третьего дошёл Ещё меньше И на первом Уже всё Ничего не стало Красота Вот пришёл Я пришёл в себя Говорит А то тут С этой вашей диалектикой Голову замучаешь себе Так Ещё вопросы Вот смотрите Нечто В себе В становлении Правильно? Что? Нечто Или на личное Бытие В себе В становлении Да А вы в себе Кто? Нет Вы-то в себе Кто? Признайтесь тоже Сказать кто вы в себе? В становлении Нет Вы в себе Это ваши родители Они у вас есть или нет? Есть Ну вот Вот вы в себе Это ваши родители А вот когда мы говорим Про Бытие длинного В себе бытие Два момента А в нём бытие Это что? Как будто бы Третье что-то Да А откуда берётся Третье В единстве двух моментов А почему Третьего не может быть? Вам что запрещают? Вам что сказали? Что противоречие Состоит из двух противоподобностей А вот ещё Не может быть Другой категории В нём бытие Это более содержательная категория Для того чтобы дойти До в нём бытия Надо знать Что такое в себе бытие То есть равенство с собой Значит В нём бытие Так В себе бытие Бытие для иного Это так сказать Переход в иное Всё время Да То есть вы должны изменяться Ну а в нём бытие Вот это то Что вот у вас Всё время Движение к изменению Вот стремление К изучению идеалектики Стремление к тому Чтобы изучить то Что вы ещё пока не поняли Оно сохраняется Вот это сохраняется Если оно сохраняется То в нём бытие А то что вылетает из головы То не в нём бытие Вот вы сейчас пойдёте И частично вы несёте то Что вы здесь какие знания получили А те которые Как бы не осели в голове Они улетели И они к в нём бытию Не будут относиться Это отдельная категория В нём бытие Это то Что не является внешним В нём бытие Это отрицание внешнего И никакого другого определения нет Если вы просто будете копать Там что-то находить Нечего тут копать Оно просто не внешнее Вот то что вы усвоили Это точно в нём бытие А то что вы не усвоили Это не в нём бытие А равенство с собой может быть Вот вы это всё равно Два раза и три раза повторяете Я всё равно это не понял И что Вот это будет равенство с собой А вот каким образом Этот логический переход Если я себе равен Я себе не равен То почему именно я должен быть Равен себя таким образом Постоянно быть Чтобы не переходить с тобой Почему бы мне наоборот быть Вы сейчас ответили правильно А то ответили неправильно А вот в нём бытие Это то что вы удержите в себе И это будет Подождите Подождите Это я не знаю почему Может вы и не удержите Вот если вы то не удержите Вот кто то удержит Вот это знание Это у него будет знание В нём бытие А это именно логический переход Или вы уже берёте людей Логический Логический В нём Это значит Это не внешнее к вам А это внутреннее к вам А в нём В нём бытие Это вот И дальше из него Развивается понимание внутреннего А почему здесь всё равно Вот три Почему бы мне Не начать Сказать Есть чистое бытие Чистое ничто И ещё Начинайте с чего вы хотите Но если у вас Это не останется в голове Это не в нём бытие А в нём бытие Это то что у вас останется Вот то что встанет Вашим Внутри А не внешне Я вот по отношению к вам Внешне сейчас Вот я есть И вы так вот говорите А потом вот я уйду Или вы уйдёте И будете говорить Прямо противоположное Может такое быть Может Бывает Потому что бывает Так сказать Вот присутствие Одно говорят Они в нём присутствии Может потому что Какой-то элемент Напряжения здесь есть Вот Поэтому Почему занятия делают регулярно Чтобы как-то Человеку Человека научить Приучить К тому Чтобы он напрягал себя И выходил на более высокий уровень Вот Но это может быть Пока он не вышел на этот уровень Это у него не в нём бытие Оно просто равенство с собой Ещё не закреплено А если оно Это ваше внутренним стало Вот у вас Внутренним это то Что от вас неотделимо Не просто равенство с собой Вот равенство с собой Это у вас одинаковая Пострижка Одинаковый Внешний вид Одинаковая одежда Это всё равенство с собой А в нём бытие Извини В нём бытие Это относится к тому Что вот у вас здесь То что нечто есть в себе Есть и в нём То есть если вы Какое-то равенство С собой имеете Даже внешнее Но внешнее это всегда Оно связано С внутренним Чем связано А потому что внешнее Не внутреннее А где связь А вот это не И есть связь Все думают Что не Это отталкивание Отсутствие связи Вот если я сейчас К вам подойду И толкну Вот тогда будет У нас с вами Внутренняя связь А пока я вас не толкнул Это ещё не внутренняя связь То есть вот это Вот внешнее Отталкивание Это на самом деле Переход через внешнее Это превращение Во внутреннее А почему он должен Именно вот это удерживаться Почему он Вот вы сейчас пришли На занятия Я у вас сейчас В нём бытие А вам пришли Я в вашей голове В вашей голове Потому что вы на меня Смотрите Меня слушаете И со мной разговариваете То есть я в вас Вы поняли Что я в вас Или не поняли А это же Как это относится Именно к поведению Логических категорий А мне плевать Как она соотносится Я даже что знаю Что я в вас уже Попал Ну вы на меня смотрите Значит я на вашей сетчатке Раз Вы меня слушаете Это я вижу Потому что вы реагируете Вполне здраво И в третьих Вы задаёте мне вопросы По тем проблемам Которые мы обсуждали То есть В вашей голове Находится то Что относится к тому Что я говорил То есть я в вас И вы унесли меня Ну не целиком Конечно Можно сказать Украли Можно сказать Бесплатно унесли Ну смотрите Когда мы рассматривали С самого начала Чистое бытие Чистое ничто Оно в конце концов Перешло В бытие В наличное бытие И что? Что перешло В наличное бытие? Ну Их единство У нас было ничто Единство Да А стало просто ничто Определяемое Небытие Да А почему бы нам Не сделать так Бытие длинного В себе бытие Как момент В нем бытия А не в нем бытие Бытие длинного И в себе бытие Как момент Значит Вот эти вопросы Праздные Такого рода А почему бы нам Не сделать так? А вот Потому что Вот я Потому что Мы с вами Рассматривали Как выводится А как не выводится Рассматривают бесконечно И никогда отсюда не уйдем Мы выведение получили? Получили Если у вас есть другое выведение Час добрый А вот если из неверного выведения Получим неверный результат И придем не коммунизм, а в чем-то другом Ну так это самокритика У вас это большевистская самокритика То есть вы Если вы прочно убеждены В том, что вы придете к неверному результату Ну и не надо этим заниматься А вот Все-таки человек, который Приступает к изучению, он на самом деле Предпосылкой имеет то Что он Все-таки истину постигнет Уверенность у него есть Пусть она не какая-то абсолютная уверенность У него есть уверенность Если без этого нельзя ничего изучать А зачем я буду изучать? Все равно у меня ничего не получится Какой смысл? И я, допустим Зачем я вам буду преподавать? Все равно студенты ничего не поймут Тоже интересно Настрой такой будет у преподавателя Да что? Что вы сюда пришли? Чтобы я вам что-нибудь рассказал? Да ничего не могу вам рассказать Вот и все И вы тогда зря пришли И я зря пришел И тогда мы можем куда-то уйти То есть Ну вот это рассуждение Вопрос А что вот Вот там если взять Такое расстояние Куда ни один прибор Созданный человеком Пока не достать не может И ничего Никаких знаний об этом Сейчас получить Позднее Может быть через сто лет Когда нас не будет И мы истлеем Можно будет получить Так вот там Вот там На этом расстоянии Сидит черт Попробуйте меня провернуть Я специально Все такое Нагородил Чтобы вы меня уже Опровергнуть не могли Потому что только на том расстоянии Вот там сидит черт Как вы меня будете опровергнуть? А когда можно опровергнуть Тебе все потеряли длину Может тоже сказать Что это тоже черт? Вот поэтому Не надо Поэтому Надо идти Прямой дорогой А не блуждать по кустам Потому что вы А может это не прямая дорога Наоборот по узнанию Ваш вопрос Ваш вопрос Это я отрицательно Высказался В отношении к вас вопросов У вас вопрос Не связан с движением Вперед-вверх А вдруг Вот я не додумаюсь Ни до чего А вдруг ничего не получится А вдруг будет такое И так можно все время говорить И затормозить Движение своего мозга Вверх И вы вместо движения От низшего к высшему Будете Так сказать Получать только торможение Так что Надо идти вперед И развиваться Развитие Что такое? Движение от низшего к высшему Неправильно Вот смотрите Вот смотрите Движение Вы сказали От низшего к высшему Кто у нас тут низшего Кто у нас тут низший? Никого не хочется Оскорблять Никого А вот линолеум Да Движение от него Допустим Ко мне И это вы Ну идите От линолеума А нет Два от стенки идите Там Тем более стенка Разукрашенная Там и портреты есть Вот движение От низшего к высшему Вот я выше Чем просто Вот эта стенка И это вы назвали Развитием А вам И у вас Поэтому такой еще Вопрос ехидный А на самом деле Вы продемонстрировали Своё Ну я бы сказал Такое неаккуратное Владение языком Движение Не от низшего к высшему А движение Низшего к высшему Низшего к высшему Вот вы Развиваетесь Как Так чтобы Двигаться От низшего к высшему То есть вы есть Но вы не считаете Это результатом Что вы не закончили Свою жизнь Что вы уже В этом смысле Не абсолют А вы от низшего Двигаете к высшему А когда вы Продвинулись И опять От низшего к высшему И нет никакой Здесь границы Низшего к высшему А вы От низшего Не движение От низшего к высшему А движение Низшего к высшему Вот Убираем А вы Стоите Третьим Каким-то Вот не Не само движение Берете Развитие Содержания А третьим Я смотрю Как идет Это развитие Со стороны А мы с вами Вот говорим О том развитии Которое есть У объекта Любого объекта И есть движение Низшего к высшему А не от низшего К высшему А я вот А я просмотрел Все страницы От низшего К высшему От 15 До 225 Вот и все Вот Тут маленькая Такая добавка Все портит У вас У вас должно Движение Движение Низшего К высшему Ваш мозг Какой бы высоты Вы развитие Не достигли Движение Вперед Это движение Все равно Низшего К высшему То есть И вы предполагаете Что можно и больше Развиваться Поэтому развиваете дальше И никаких Огромничений Здесь нет А тут сразу От низшего Низшее значит Получалось Неподвижное И высшее Тоже какое-то Неподвижное То есть Я со второго этажа Поднялся на пятый Вот это движение От низшего К высшему Но у нас тут Дело не в том Что мы на пятом этаже Мы могли бы на втором Так же Так же Обсуждать эти вопросы И двигаться Низшее И двигать К высшему Развитие С движения Низшего К высшему Это хотите К одному человеку Отнесите Хотите К обществу Хотите К государству Хотите К животному Все равно Еще вопросы А сложное Это что такое? Сложное Из простого Это вас удивляет? Нет Не удивляет А вы думали Что оно будет Сложное Из сложного? Это Тогда бы мы не намогли Понять Что такое сложное Если бы мы отвечали На вопрос Что такое сложное Что-то сложное Сделано из сложного Сказать Так а сложное Из чего оно сделано А вот из простого Понятно А тогда уже Следующее Более простое Чем следующее Вот тогда Можно все время Двигаться Еще и дальше Но первоначальное Но само определение Должно быть Сложное Это сложное Из простых Ну и тут Другие вещи Вот все Такие важнейшие Категории Которые мы с вами Разматривались Они понятны В себе бытие Это равенство С собой Вы в себе Сейчас товарищ Лазарев Или не в себе? В себе А вот можете Войти из себя? Могу Вот Это не равенство Лазарева с собой Вот и все А это вот Незаметно А категории Такие Вот они в языке Есть Они как бы В тени Их мало Кто употребляет В себе Бытие 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 Длинного Вы для чего Сюда пришли? Для того Чтобы остаться Вот с таким же Незнающим В неуковой логике Как вы не знаете Или иным Стать? Вы для иного Сюда пришли Или для того Чтобы закоснеть В том Что вы знаете И чтобы больше Не продвинуться Ни на шаг Вы для того Что решите Для себя Зачем вы сюда пришли? Для себя Я пришел Для себя А не для того Чтобы продвинуться Стать иным То есть более развитым Более глубоко Знающим диалекцию А это Это бытие для иного Да А если вы решили Прийти Просто для себя Так и сидите дома Чего вы сюда пришли? И равенство с собой У вас там гарантировано Человек развивается Это все время Движение От нечто К иному Бытие для иного Человек Человек Не останавливается На достигнутом Он продолжает Развиваться Правильно? Продолжает изучать Продолжает тренироваться Вот задает вопросы Товарищ Не для того Он задает вопросы Чтобы остаться На том уровне Который он был До вопроса Он хочет теперь Осмыслить ответы И какое-то движение Совершить Правильно? Это не значит Что он обязательно С этим должен согласиться Но это движение Это тут подумать То надо на эту тему В связи с этим Ответ Ну я думаю Что вы заметили Что такой подход При изучении диалектики Он очень такой Тщательный Нельзя Извигаться Если вы Это место Не закрепили Потому что движение Идет Как мы уже говорили Не от низшего К высшему А низшего К высшему То есть Это вот Ну как движение Как вот любое растение Идет от низшего К высшему Правильно? Там Движение У вас был Желудь 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 Сейчас упал Землю Весной будет Росток Потом будет Дубок Потом будет Побольше дубок А потом будет Дуб У которого будут Желуди Дуб будет огромный У нас есть дубы В том же самом Сестрорецке Петровского Еще Времени Эти дубы Огромные Стоят И это все Движение Все вперед Вверх Ну и это дуб И это дуб Что такое? Вот спрашивают Что София Что Первым является Курица Или яйцо? Яйца Еще в линозавров были А? Яйца еще в линозавров были Куриц не было А яиц-то А яиц-то Куриных Тоже не было? Если Также Нужно спрашивать Что было Куриное яйцо Или Курица Ну хорошо Давайте Что раньше Куриное яйцо Или курица Ну если так То тогда Это просто Два момента И здесь Два момента Думаете? Как думаете? Ну это Яйцо Это Есть курица? Яйцо Есть курица Вопрос Этот На самом деле Обманный Курица Яйцо Это курица Тоже Но курица Как яйцо То есть Есть курица Как яйцо Курица Как этот Самый Цыпленок Он Желтенький Такой И курица Как взрослая Курица И курица Которую Вы Приготовили Себе На обед И все Это курица Да В этом смысле А может быть А может быть Яйцо Если это Яйцо Черепашки То это Черепаха Как яйцо Черепаха Как только Оттуда Маленькая Черепашка Появилась Я вот сейчас Такие здоровые Черепахи Посмотришь Мощные Та же самая Черепаха Ну и другие Крокодильчики Тоже Так же Яйца Несут Закапывают И так далее Это Вот Этот Вопрос Например Он Как бы Таких Загадочный Вопрос Люди Как не Могут На него Ответить Что же Раньше Ну не Раньше Это Одно И то Же Это Просто Разные Стадии Развития Одного И того Же Организма Или Росток Или Да Бабочка Которая Бабочка Как гусеница А Муравей Не А Муравей А Вот Комары Которые Сначала Плавают В воде Знаете Личинки Комаров То есть Комары Плавают Потом Они Значит Сбрасывают Эту Кожу И Становятся Поменьше И Начинают Летать Летать Начинают А до Этого Они Плавали Водоплавить Водоплавающим И Это Все Тот Же Самый Комар И Когда Он Вас Кусает Тоже Комар Когда Убитый Комар Тоже Комар Он Ваш Кровный Брат Зато Кровный Комар Точно Нет Односторонний Кровный Брат Вы Его Не Считаете Братом А Он Считает Что Вы Брат Можно вопрос Да А вот Допустим Мы Берем Стол И Уничтожали Он Перешел В ничто Почему Это Ничто В ничто Так Никогда Никогда Не Удастся Что бы Вы Не брали На самом Деле Превратить В ничто Никогда В отрицание Вне То что было Это у вас Получится А в ничто Никак Что Что вы Можете Можете Вспомнить В жизни Что вы Превратили В ничто Не найдете А А у вас Бытия То не было Как У вас Вы Просто Из одного Бытия Делали Другое Бытие И все Ага Значит Иными словами Так Не Получится Спиной Бытия А Вот С самого Начала Если Мы Назовем Ничто По-другому То у вас Не получится Из него Становление Поэтому Это Вот Категория Это Такая Избранная Категория И Такого Ничто Просто Найти Ничто Как Объект Это Логический Объект На самом Деле Вот Небытие Да Это Уже Сразу Вот Материалистический Такой Взгляд На Это Делал А это Просто Вы Такую Категорию Взяли Значит Я думаю Что все Понимают Что Такую Вот Задачу Что Все Категории Бытия Разобрать На одном Занятии Это Сложная Задача Значит Я могу Участвовать В разборе И Нам Предстоит Также Например Все Категории Сущности Рассматривать Все Категории Понятия Вот Еще Две Лекции Которые Посвящены Ну Поэтому Там Надо Брать В качестве Вопросов То Что Вот Вызывает Трудности Ну Мы Так Собственно Сегодня И действуем Начало Всегда Трудно Подход Такой Что Там Есть Своё Движение И Оно Характерное Для Этой Категории Потому Что Например Все Учение Сущности Оно Отрицательное Почему А потому Что Сущность Это Отрицание Бытия А В нашей Жизни Ити От Отрицания К Отрицанию Вообще Как-то Непривычно И непривычно Мы к такому От Отрицания К отрицанию Вы Говорят Не понравились Мне Как Преподаватель Пойду К другому Которому Мне Тоже Не Понравится Вот Это Почти Нет Все Так Люди Начинают Думать Вот Как В первом В первой Книге Об уйти От Того Кто Не Понравился К Тому Кто Понравился Нет А Вы Пойдете Опять К тому Кто Не Понравился И так Далее И Наконец Понятие Учение Понятия Там же Она Включает Понятие У себя И Бытие И Сущность И Вот Бытие И Сущность Все Вместе Взятые Это Есть Понятие Его Можно И Объективно Брать Как Понятие И В смысле Того Что Оно Отражено В голове Вот Поэтому Будем Считать Что Вы Готовясь Вы К Следующим Лекциям По Диалексике Которую Я буду Читать А их Будет Две Специальные Еще Теперь Одна О Сущности А другая О Понятии Вы Готовитесь Не просто Слушать Что Я Скажу То Что Я Могу Это Излагать Но Вы Можете Это И Прочитать Что Вот Прочитанного Непонятно Чтобы Я Мог Это Дело Растолковать Объяснить То Что Смогу Я Расскажу В основном Я думаю Что Я Смогу Потому Что Я Честно Говоря Столько Раз Прочитал Науку Лойки Что Могу С уверенностью Сказать Что Понял Не Все Но Много И Понял Поэтому Помочь В этом Смысле Могу А Может Быть Вы Мне Поможете Потому Что В чем То Вы Скорее Разберетесь Спасибо За Внимание Внимание